здравствуйте дорогие друзья я сейчас хочу вам рассказать о необыкновенном волшебным прекрасным великом и ужасным нишевом доме доме нишевой парфюмерии который меня вдохновляет захватывает мое сердце и вызывает во мне очень жгучий дикий интерес это мажда бекали я заинтересовалась этим домом уже давно впервые опять-таки тоже я услышала какой-то девочки блогера отзыв на парфюм mom nom rouge и она там говорила что-то такой странный аромат это аромат розы ладана и еще там чего бы то ни было и он настолько странный что она вдыхая его от спробника вдыхая на год я даже боюсь нанести его себе на руку меня это так заинтриговал это было в самом начале пути моего знакомства с нишевой парфюмерии я купила себе тоже 5 миллилитров от levante очень быстро их сносила несмотря на то что аромат достаточно такой плотный громкий сильный и потом уже начала охотиться за флаконом я за ним на охотилась и вот он у меня есть этот флакон тут 100 миллилитров это парфюм называется mon nom rouge и посвящен переводить с французского как моё имя красный и посвящен он роману турецкого писателя архана памука одноименному который тоже называется mon nom rouge моё имя красный я прочитала этот роман залпом за одну ночь вот я вечером уложился в это было давно когда то когда только познакомилась этим ароматом наверно уже года два назад положила ребенка спать в 11 или 12 это было лето как сейчас помню и до 8 утра я читала я не могла оторваться я не могла я не знаю что у меня там так захватила но этот роман я вся в духах читала этот роман он захватил поглотил меня впечатлил меня оставил у меня просто невероятные положительные впечатления оставил во мне вдохновение я поспала буквально два или три часа из и с утра проснувшись было свежее и в настроении и с тех пор я люблю этот аромат для меня он пахнет я конечно же прочитаю вам пирамиду вы можете прочитать и сами но для меня этот аромат пахнет розой ладаном специями и тарху нам или кока-колы чем-то таким веселом с пузырьками это не мрач это роза ладан сразу кажется нет здесь роза бордовая да и ладан здесь но он здесь такой сладкий тягучий смолистый и роза здесь она не сухая хотя иногда бывает у сухой он очень многогранный этот аромат про него можно наверное рассказывать часами потому что он всегда бывает разный при разной погоде он разный флакон достойно вообще отдельного разговора на сайте у мажда бекали можно конечно же прочитать историю создания этих флаконов просто если кого-то это заинтересует я думаю вы сами сможете все кто не смотрит умеют читать я уверена в этом давайте обратимся к пирамидке что нам говорят описывает аромат здесь переведен перейдена цитата из романа архана бамука монному руш но я не буду вам ее зачитывать очень красиво романтические натуры вы я думаю впечатлитесь тоже но конечно же не покупайте этот парфюм вслепую потому что может произвести неоднозначное впечатление розы ладаны специи давайте прочитаем эллими розовый перец розовые ягоды тмин ладан герань розовое дерево кардамон турецкая роза корица имбирь кедр сандал амбра ваниль белый мускус табак белый табак ладаник пачули бобы тонко да такая пирамида очень неоднозначная попробуйте его вначале найдите где-нибудь а флаконы стоят сейчас просто каких-то невероятных денег мне очень-очень хочется знакомиться с этим брендом дальше продолжать мне очень хочется иметь какой-нибудь еще один флакон из этой от этого дома есть у нее какой-то парфюм с туберозой и даже кажется не один не помню как он сейчас называется у меня хотел как на фраге занесен ближе к лету я думаю или к весне я куплю тоже себе пробнички и от леванты и буду знакомиться с ними и может быть что-то еще появится у меня новое а сейчас я просто в восторге от этого аромата я не знаю сколько год или полтора у меня этому флакону это тестерный флакон я вам вы не видите но я сносила вот столько вот да видно даже как плечется жидкость то есть я сносила почти половину от 100 миллилитров для меня это очень-очень много но я не брызгую здесь одним пшиком и на мой взгляд он не заполняет собой он не шлейфовый уж настолько он достаточно громкий он достаточно окутывающий он теплым будет вокруг вас коконом это будет ваш это будет ваша аура и вы будете кайфовать и вам иногда кажется что вы его уже не слышите но на следующий день когда вы оденете или возьмете в руки одежду в которой вы были вы очень отчетливо почувствуете этот запах он прекрасный но он достаточно стойкий но он не слишком яркий то есть вы можете нанести себя несколько пшиков и вы не задохнетесь в нем вы будете просто наслаждаться вот в этих вот волнах тепла энергии которая от него исходит эти парфюмы живые на мой взгляд они живые они пульсирующие в них есть нечто такое в них есть жизнь них есть энергия в них есть жизненная энергия то что да то что индусы называют шакти вот в этих парфюмах это есть и за это я его люблю и обожаю а что нам сайт мажда бекали говорит о самой мажда бекали это очень интересно она приглашает очень интересных парфюмеров кстати говоря парфюмером этого парфю этого аромата является сисиль зарокян очень мне нравится этот парфюмер она сделала к тому же еще и эпик амуажевский с большим нетерпением жду пробник его хочу их сравнить и говорят что они очень похожи хочу их сравнить и поносить а может быть я я куплю себе эпик чтобы задублить этот аромат я не могу вот я вроде бы уже закончила о нем говорить и вроде бы надо его отставить и говорить дальше но мне постоянно хочется его вдыхать они похоже говорят с эпиком может кто-то из вас знает это я бы сейчас в первую очередь хотела бы вас попросить кто-то знаком с этим брендом знаком с этими парфюмами этого бренда пожалуйста пожалуйста напишите мне свое мнение о ароматах с которыми вы знакомы и вообще что вы думаете об этом бренде и может быть кто-то хочет с чем-то попрощаться я по меняемой цене с удовольствием наверное что-то могу даже и купить за исключением одного аромата который был моим разочарованием но мы к нему сейчас придем давайте поговорим еще в одном аромате который у меня таки есть от этого бренда это фьюжен сакре обскур это аромат вот не в таком маленьком пробнички который я тоже сносила я сносила его за за лето за лето представляете себе это такой кайфовый аромат он такой сложный он еще более веселый а кстати говоря забыла вам сказать что мунумуруш у меня знаете с чем еще ассоциируется господи как же ее звали вот это вот самая волшебная супер волшебная волшебница из властелина колец которая управляла всем такая забыла как ее зовут ну неважно короче говоря вот та которая живет в лесной чаще знает все и может все вот она мне кажется пахнет вот так как пахнет мунумуруш этот аромат более более хочется сказать какой-то более детский что ли но наверное потому что он пахнет кофе он пахнет сладко ванилью давайте мы тоже прочитаем да про него что же что же о нем написано он невероятный что значит здесь есть здесь есть цедрат сельдерей который кстати говоря очень очень ярко чувствуется такой свежий интересные ноты и нота сельдерея да в кофейном пряном аромате интересно да а цедрат сельдерей нироли мягкий апельсин мягкий апельсин бергамот ром кардамон лаванда белый кофе гвоздика герань гвоздика перестая лакрица кедр сандал ваниль серый амбара бензоин апопанакс карамель мускус пирамида невероятно это же огромное и пахнет он также странно как это все звучит он сладкий он свежий он кофейный он ромовый кардамоновый специевый теплый но в то же время свежий он и ванильный и сельдереевый это невозможно а 100 миллилитров такого аромата мне конечно не нужно если бы у них были какие-то там travel варианты там 20 миллилитров 30 миллилитров с удовольствием в красивом флаконе я бы имела бы это но понимая что иметь такой аромат вы знаете вы брызните вот один вот этого аромата достаточно реально один пшик вы его брызните на себя ну или два вот разотрете по рукам вот может быть чуть-чуть сюда и вы будете первые часов в пять просто ходить и в такой эйфории вам будет очень кайфово очень интересно вы будете вот эти вот переливы замечать вы будете обращать внимание вы будете отслеживать нюансы вы будете находиться в состоянии вдохновения через часов шесть он может вас утомить немножко потому что он никуда с вас не денется он таким же теплым окутывающим облаком зверем он реально живой эти ароматы живые я не могу по-другому это сказать он будет вокруг вас он будет рядом с вами у него кажется это темная версия типа якобы мужская но есть еще светлая версия может быть попробовать мне светлую версию я хочу попробовать все на самом деле потому что это невероятно вот эти ароматы они производят впечатление я сейчас такое уже впечатление что от муажей которые приедут ко мне которые я буду разнашивать но что-то мне внутри меня подсказывает что я не я вряд ли испытаю что-то подобное потому что если уж я здесь влюбилась то я здесь влюбилась сразу с самого первого варианта хотя если бы я здесь очень яркий кофе но будьте осторожны здесь очень яркий сельдерей это очень двойственная вещь если бы я начала знакомство с этим с этим брендом с ароматом который все расхваливают блоггеры которые так расхваливают на фрагрантике который называется вот это из скульптурной линейкой это линейка андалузская тут три аромата это один из них тот самый разрекламированный тулай тулай миндальные ароматы которым говорят все которые все так делают боже это пахнет это пахнет вишневым цветом и миндалем ну вот тут я тоже хочу сказать Оля где были твои глаза когда ты читала пирамидку да вот я же читала пирамидку здесь есть звездчатый анис кипарис вишневый цвет миндаль солод франжипани замша бабы тонко ваниль мне нужно было сразу понять что звездчатый анис франжипани солод миндаль и белая замша достаточно было бы двух миллилитров но нет нет я так люблю этот бренд он такой необыкновенный мажда она такая прекрасная мне нужно десять миллилитров с лета стоит щекнулась два раза не могу не могу он волшебный я вдыхаю он прекрасный но ходить я в нем носить его на себе я не могу по одной причине что он пахнет для меня помадно здесь нет розы если бы здесь была бы роза я может бы и остановилась бы подумала бы на это бы остановило меня потому что роза в некоторых вариантах дает очень часто на мне помадность которую я не люблю которая меня душит она помадность вообще в ароматах звучит красиво просто я носить их на себе не могу и вот здесь откуда ни возьмите вот это вот сладкая помадная нота он очень женственный он очень красивый любители помадных ароматов бегите пробовать если вдруг кто-то хочет я продаю этот пробник дешевле чем отливан дешевле чем купила потому что носить не смогу но оставить его себе это просто преступление это преступление против этого красавца против этого необыкновенного чудесного аромата я конечно сейчас в осеннюю пару попробую еще раз может быть даже и нет нанести его на себя может быть на улице он будет еще и как-то более-менее я смогу в нем существовать но войдя в теплое помещение вот он душит меня здесь есть что-то такое плотное очень сладкое ну замша вот с этим совсем замши кожаные замшевые ароматы для меня это сложно в носке вот он прекрасен и мне так обидно мне дико обидно просто я очень-очень расстроилась что я не могу оценить не могу носить этот аромат оценить его по достоинству носить его с огромным удовольствием мне здесь так вдохновляла нота вишневого цвета но здесь народ больше всего слышит миндаль и замшу миндаль и замша наверное наверное как-то так и он очень сложный для меня я к сожалению к сожалению не могу его носить здесь здесь и какие-то копченые ноты и что-то цветущее и помадное он очень красивый но не мой к сожалению не мой вот как-то так мажда бекали она сама марокканка она из какого-то знатного рода и очень интересная девушка и вот свое вот это вот свое детство все чем она вдохновлялась она все это воплощает в парфюмерии приглашает Дешафуру Сесиль Заракян и других прочих очень интересных парфюмеров парфюмеров и это все воплощается вот в этих интересных прекрасных парфюмах что вот они написаны на ее сайте еще с детства она чувствовала влечение к искусству ароматом уносилась в удивительные рассказы о жизни своих своенравных колоритных предков завоеватели или ведунецелительницы основатели священного города или берберская принцесса странник или диссидент сегодня она видит себя прежде всего рассказчиком да я хочу одну минутку я вам что хочу рассказать сейчас помимо вот этого всего у меня есть еще одна женщина которая владеет моим сердцем и вдохновляет меня ее зовут Вера Полоскова я думаю что многие из вас уже слышали ее и если не слышали это поэтесса то всем вот сейчас когда вы выключите это видео просто бегом бежать и читать ее я вам сейчас прочитаю стихотворение я услышала слово бербер и одно из моих самых любимых стихотворений я прочитаю вам с листа чтобы ничего не запутаться и не перепутать потому что я же волнуюсь это просто потрясающе я быстренько его вам прочитаю несмотря на вас смотря в лист прошу прощения за это я пришел к старику берберу что худ и сет разрешить вопросы которыми я терзаем я гляжу мой сын сквозь тебя бьет горячий свет так вот ты ему не хозяин бойся мутной воды наград за свои труды будь защитником розе голубю и дракону видишь люди громоздят вокруг себя ады покажи им что может быть по-другому помни что ни чужой войны ни дурной молвы ни злой немочи ненасытной будто волчица ничего страшнее тюрьмы твоей головы с тобой не может случиться я даже комментировать не буду я жду вас всех в комментариях в комментариях по поводу этого бренда все читайте Веру Полозкову она просто необыкновенная она волшебница она кудесница я вас всех люблю всех целую до скорых встреч пока пока